вы записывать не будете сразу мы будем редактировать я буду записывать а потом буду с этого звука записывать вот пожалуйста начинаем мы сразу с первого пункта начинаем воспитание до основной продукт школы вот смотрите григорий олегович что я имею ввиду когда говорю воспитание основной продукт школы лично я не вот вот этот момент вот занимаются ли родители воспитания какой процент слабо воспитанных выпускает школа мне эти вопросы ну как сказать кажется вторичными а первичный для меня вот какой вопрос воспитание она случается в той среде в которой ребенок живет если школьная среда организована по принципу то есть конкуренции например не успешности до по принципу сделать как-нибудь лишь бы там было сделано что не понимаем что мы делаем то вот тут получается ну это вот как про семью мы говорим что если в семье есть там какие-то ну не согласен например да там ложь какая-то в семье есть то это сказывается и на ребенке точно так же и школа и если она организована пока если она организована не на словах а вот в технологии своей учебного процесса до организована так что все-таки максимально приближена вот труду к качеству труда успешности к детству вот тогда я вас перебил ладно почему перебил вы начали такой заход глобально мировоззренческий ну конечно да вот а у меня заход на этот документ очень прикладно там выше написано что мы работаем над созданием бренда школы то есть мы здесь описываем чем наша школа особенно то есть как вот там на схеме мы представляли сорокин о чем же пойдет молва на нашу школу ну да вот поэтому вопрос такой вот мы вы лично хотите чтобы основным продуктом школы было воспитание я лично хочу чтобы школа была в школе была такая крепкая добрая жизнерадостная атмосфера атмосфера трудолюбия атмосфера взаимопомощи атмосфера развития интереса вот вот какую я хочу атмосферу в школе и считаю что в такой атмосфере случится вот такое воспитание конечно правильно теперь читаем 1 в этом вот и вопрос занимаются ли родители воспитанием и вот по факту но по-разному кто-то занимается кто-то больше кто-то меньше занимается воспитанием кто-то понимает про воспитание кто-то не понимает про воспитание но родители все равно занимаются своими детьми больше или меньшей степени поэтому от не ответить на этот вопрос, занимаются ли они. Ну, кто-то занимается, кто-то не занимается. Ну, а как вот у вас общее впечатление? Больше половины родителей занимаются или меньше? Ну, Григорий Олегович, чтобы отвечать мне на этот вопрос, мне как будто бы нужно сказать, мы что с вами понимаем под воспитанием? Вы же видите, как я больше говорю. Воспитание это вот тот образ жизни, который ты лично создаёшь и он передаётся твоим детям. И вот когда ты его создаёшь, вот ты понимаешь, это на детях как сказывается. Вот это я считаю воспитанием. Ну да. Нет, вот так они там пить, курить, научат это тоже воспитание. Ну, конечно. Вот. Ну, хорошо. Как смогли, так ответили. Ну да. Вопрос. Какой процент слабого спиртных детей выпускает вот ваша конкретная школа? Ну, вы же видите детей, которые выходят из 11 класса. Вот смотрите. Я часто учителям задаю, например, вопрос. Такой. какой процент бракованных детей, как вы считаете, выпускают в школу? Ну, бракованные продукции. Мне учителя начинают говорить. Ну, надо разбираться, что такое брак. Я говорю, подождите. Вот вы лично имеете некоторое представление. Вот этот брак, а этот нет. Вот если не разбираться, а просто субъективно, вот так вот посмотрите, умозрительно, там, ну, учительница, например, я не имею в виду вот вас конкретно, да, работает 30 лет в школе. Я говорю, вот 30 лет работать в школе. Вот скажите мне, вот за последние, там, 10 лет, сколько процентов неудовлетворительного продукта вы выпустили? Вы знаете, мне большинство учителей спокойно на это называют процент. Вот в этом смысле я и спрашиваю вас, как вы считаете, сколько слабого воспитания? При этом можно до бесконечности дискутировать о том, что такое слабо, где кончается слабо и начинается хорошо, да, там, и так далее. Вот вы просто по своим критериям вот так, гляните на мир и скажите. Мне, Григорий Олегович, если честно, трудно так ответить сейчас ответить на этот вопрос. Правда, трудно, объективно трудно ответить. Потому что с точки зрения того, как они обучены и умеют учиться дальше, здесь, конечно, процент небольшой. А это тоже, я считаю, продукт воспитания. Не-не-не-не-не. Умение учиться это не воспитание. А с точки зрения, с точки зрения взаимоотношений между собой, с учителями, ну, какие отношения у них с родителями, как они между собой там дальше строят отношения, для меня это, то есть, это уже уже для меня недосягаемо, у меня такой информации нет. В школу приходят некоторые ребятишки, мы слышим про них, как они учатся, сказать, что, ну, отношения, ну, например, я могу так сказать, в одиннадцатом классе, отношения в конце одиннадцатого класса, они становятся теплее, теплее. Но это все все равно разговоры и общение вокруг учебных предметов, вокруг заданий. и я хочу сказать, что я, ну, вот так вот, не обсуждая ничего по поводу, что такое воспитание, какие там критерии и так далее, я могу так сказать, я не знаю. Хорошо. Читайте следующий вопрос. Дает ли взаимное обучение воспитание? Дает ли взаимное обучение воспитание? Взаимное обучение воспитание дает. Если мы под воспитанием понимаем вот это уметь жить среди людей? Конечно. И уметь жить, ну, ну, простыми словами, так скажу, достойно по отношению к себе и ко всем другим людям. И в трудолюбии, я вот почему-то в последнее время очень люблю вот это вот, да, И в заботе о себе и о других людях, да, вот все, что вы называете, я подтверждаю, да, это компоненты воспитанности. Да, то взаимное обучение, оно на самом деле именно вот такие качества вот, и создает терпимость, которая не от слова терпеть, а от слова, допустим, подождать, когда, когда нужно подождать, уметь услышать, уметь задать вопросы, то есть, ну, вот эти все качества, ну, там, они называются коммуникация, компетентность, вот это все, но они не только же на внешнем уровне, не только как умения проявляются, они постепенно становятся и чертами личности, характера, ценностями становятся, привычками становятся. То есть, вот это дает. Единственное, я бы такое только сказала, взаимное обучение, когда оно не является профанацией, ну, то есть, когда оно... Нет, вот в том виде, как мы его видим сейчас в нашей школе. Как мы его желаем, да, как мы его желаем. Нет, я бы так не говорил. Смотрите, ведь оно в какой-то мере у вас там в школе осуществляется. Да, осуществляется. Вот там, ну, в большей мере сейчас начальных классов, да. Вот. Ну, ладно, проехали, давайте второй пункт. Знаете, я что хочу сказать? Вот сейчас вы про нашу школу это... И я почему-то быстро так велькнула передо мной первый класс Светлана Евгеньевна, вот та, которая вот видеоролики мы уже, да, это видели. Вы знаете, вот у меня такое ощущение, что она себе задачу поставила заниматься взаимным обучением с участием родителей. И вот такое ощущение, что в ней кипит жизнь и в детях кипит жизнь. И вот я сейчас куда глаз не поверну, они везде вместе, их везде видно, понимаете? Ух ты! Я даже вот сглазить боюсь, я больше никого не вижу. Если я вижу, то вижу ее, там обязательно мамочка какая-то, одна-две, и вот ребятишки. Вот сейчас новогодние праздники были, два там раза я их видела, потом еще где-то. И вот, то есть, я бы так сказала, взаимное обучение, оно еще почему дает результат, наверное, потому что если учитель проникается вот этим взаимным обучением, он по другому среду выстраивает, получается. Не, ну понятно, что и он меняется, да? Да. Вот, хорошо. Давайте читайте заголовок второго пункта. Самостоятельность учеников в обучении и гарантия качества. Качество чего? Ну, самостоятельность учеников в обучении, гарантия качества, дальше не написано у вас, но я так понимаю, что это гарантия качества, именно умения учиться, академических успехов, понимание своих, как бы, интересов, способностей развернуть. в обучении. хорошо, этого достаточно. У нас есть подпункт. я бы даже, знаете, что сказала? Самостоятельность учеников в обучении это гарантия качества, ну, как бы, человека с точки зрения его самостоятельности. То есть, самостоятельность в обучении учеников, она перерастает потом на самостоятельность в работе, например, в делах, ну, то есть, как черта характера личности. Да, понятно. Хорошо, и какие у нас подвопросы там? Дает ли взаимное обучение самостоятельности желание учиться? Желание учиться, знаете, откуда происходит? Желание учиться происходит тогда, когда человек начинает понимать, что он понимает, что он осваивает новое, для него открываются вот эти новые грани, и он понимает, что он это сделал и может дальше делать, вот тут появляется желание учиться. Вот я так считаю. А взаимное обучение, оно на самом деле позволяет, позволяет, ну, я бы так сказала, минимизировать пробелы в знаниях. То есть, откуда берется нежелание учиться? Нежелание учиться берется от того, что появляется такое огромное количество пробелов, и никто не дает возможности ученику по нормальному, естественных условиях, без, ну, их реквидировать, чтобы радость-то вот это понимание прочувствовать, да, радость успешного труда почувствовать. Вот, а взаимное обучение, оно по большому счету именно для этого это и организуется. То есть, учебный материал, вот дальше, вот как влияет на качество знаний, учебный материал проговаривается, учебный материал передается другому, ты как бы на него со стороны смотришь, на учебную свою работу смотришь со стороны, рефлексивно эти все умения формируются, ты слышишь мнение разных людей, то есть, больше или в меньшей степени, там, скорости у людей все разные, но любые диалоги с другим человеком, они продвигают, поэтому взаимное обучение влияет на качество знаний однозначно. Честь проговаривания. Понятно. Ну хорошо, идем дальше. Я немножко теряюсь, потому что я не понимаю, зачем мы это делаем, Григорий Олегович, потому что мне такое ощущение, что я говорю банальные вещи, ну банальные не с точки зрения... Ничего-ничего. Какой следующий вопрос? Участие родителей в учебном процессе. Не, подавите, и как влияет... Я и сказала про это на качество знаний. Я и сказала, как влияет. Оно позволяет... То есть, взаимное обучение, оно как раз... Ну как это сказать, мне кажется... Активизирует, активизирует взаимное мышление, обучение, оно активизирует мыслительные процессы, речевые процессы, воображение, вот это все. А это, когда это в активе, оно и влияет на качество знаний. Хорошо. Я удоволен ответом. Третий пункт. Участие родителей в учебном процессе. Позволяет ли процесс взаимного обучения включать не у родителей? Что дает оно детям и самим родителям? Это участие, да, родителей в учебном? Нет, нет, давайте по одному вопросу. Позволяет ли включать родителей? Да, процесс взаимного обучения очень сильно позволяет включать родителей. То есть, если смотреть как бы фронтальную классно-урочную работу, то... Ну, конечно, можно себе представить такую картинку, что вместо учителя лекцию читает родитель. Такое можно представить. По большому счету. Но здесь встает вопрос тогда о том, насколько учитель знает и понимает материал, да, насколько он сможет так торжественно там... Но вы говорили не учител, а родителей. Я говорю, представим себе, что это фронтальное обучение классно-урочное, да, и вместо учителя встал родитель. Ну, можно. Надо понимать, насколько учитель знает материал. Насколько родитель знает материал, да. А процесс взаимного обучения, он позволяет включать родителей, ну, знаете, я бы так даже сказала, иногда в позиции ученика, ну, то есть он как будто бы тоже становится учеником, но учеником более таким способным к организованности, к организованности, вот как бы я так сказала. Ну, и по касателям он сам что-то получает. Это у нас следующий вопрос. Да. А что дает это родителям? А я бы так сказала, знаете, хоть слово педагогизация сильно ругают, оно такое, ну, некрасиво даже звучит, но родители-то тоже, я бы так, вот Григорий Олегович, взаимное обучение, это же фактически диалоги, это же общение, а это тот самый дефицит, это же понимание, да, друг друга, в том числе, а не только учебного материала. А это тот самый дефицит, которого и не хватает в жизни людям. И поэтому участие родителей во взаимном обучении, во-первых, дает понять родителям, какие трудности испытывают дети вообще в обучении, и как можно им помочь. А во-вторых, ну, приучает нас слышать друг друга. И родители, в том числе. И родителям, я сейчас говорю про родителей уже, что взаимное обучение, оно воспитывает родителей, если так можно выразиться. Ага. О, понятно, классно. Следующий вопрос. Каких родителей мы ждем? Ну, имеется в виду во взаимное обучение каких родителей мы ждем? Да, вот в эту школу 161-ю. То есть, вопрос в себе подразумевает следующее. Вот мы не хотим, каких попало родителей, мы хотим особенных. Вот чем они должны быть особенными? Хороший вопрос, Григорий Олегович, очень хороший вопрос, потому что... Некоторые школы хотят богатых родителей. Да? Чтобы они были это. Некоторые там еще что-то хотят. Каких-то статусных родителей, которые начальством всяким работают, Да. Каких родителей мы ждем? Мы ждем родителей, которые... которые... у которых есть такая ценность, такое понимание, что общение важно, взаимодействие важны, что не только их ребенок один-единственный и все только для него. это само собой, да, но то, что живет ребенок, как любой человек в обществе, и то, какое будет общество, такая, в принципе, и будет жизнь у ребенка. То есть, это родители, которые настроены, понимают, что нельзя сделать только одному их ребенку хорошо, что нужно, чтобы школа была интересна и ну, для каждого ребенка. Ой, как у вас все путано. Посмотрите, у нас как называется все это. Воспитание главный продукт школы. Вот родители, которые это понимают, тот нам и нужен. А ведь родители чего приходят? Чтоб не Г хорошо сдал, чтобы университет поступил. Ну, Григорий Леонидович, вот такие нет, не нужны. Ну, примерно я это и сказала. Я только сказала это про то, что вот те, которые настроены на ЕГЭ, они так и разговаривают. А можно вот она одна, а можно она к вам придет, а подскажите каких репетиторов ей нанять, понимаете? Да. Которым ЕГЭ нужно. А те, которые понимают. Ну, вот видите как, что воспитание это главный продукт школы, не... Вот я мать, Григорий Олегович, я мать. Я не считаю, вот моя дочь учится в нашей школе, я не считаю, что сейчас, что сейчас она находится в той среде, где... Ну, вот я довольна, довольна результатами воспитания. Школьного. Школьного, да. Вот той компоненты, которая дает школа. Да. И я более того, почему я так большое внимание обратила на наш с вами проект, вот почему в такое название я пошла, потому что на самом деле я очень сильно разуверенная в том, что школа это место, которым я могу доверять по поводу воспитания своего ребенка. Понимаете? И перед первым классом я очень конкретно пыталась понять, либо я ее на семейке оставлю и сама уйду в семейное образование, либо все-таки мы пойдем в школу. Но так как я, как говорится, с молоком матери впитала школьную жизнь, я не рискнула. Но вот эта ломка моя была по поводу того, что я в школу не отдам. И сопротивление всему школьному у меня сильно было, потому что так вот поэтому, может быть, я так издалека начинаю, каких родителей мы ждем. Потому что для меня, Григорий Олегович, я еще раз повторюсь, воспитание очень, почему-то очень сильно связано с успешностью ребенка в труде. Вы еще раз подтверждаете, что мы ждем родителей, для которых воспитание головнее. Учеба это труд. Вот это труд. Они ходят туда, и причем этот труд особенный. Особенность заключается в том, что выделят ребенок, с которого не так надо брать, как со взрослого, понимаете? но это все равно труд. И вот это вот как бы балансирование вот это постоянное, и он трудится с одной стороны, а с другой стороны он ребенок, и поэтому на него нельзя повесить всю как бы зарплату, лишить его зарплаты, как говорится, да? Вот. И еще он должен быть труд успешный, чтобы он его любил и хотел преодолевать, и понимал, как это делать. Вот отсюда у меня идет недоверие. Не к людям, которые в школе работают, не к людям, а к той системе. Куда вы делись, Григорий Олегович? А я включаю демонстрацию экрана. Я просто демонстрацию экрана включал. И поэтому я хочу сказать, что каких родителей мы ждем? Я вот лично жду таких родителей, которые скажут, я не хочу, чтобы мой ребенок учился на тройку, и не пойду к репетитору. У меня ребенок ходит с утра до двух часов в школу, и я хочу, чтобы он за это время радостно учился. Сделайте с этим что-нибудь. Скажите, что мне нужно для этого сделать тоже, но не к репетитору и не глобальное домашнее задание, которое мы будем сидеть и дома ночью делать. Григорий Олегович, вы меня слышите? Да, конечно. Вот. Понятно. Каких родителей мы ждем? Так, товарищи родители, вы слышали, каких мы ждем родителей? А вы хотите потом это выкладывать, Григорий Олегович? Конечно. Ну, не очень хочу выкладывать, ну ладно. Ничего. Я выделил следующий вопрос, озвучивайте. Чем могут родители способствовать воспитанию? В школе вы имеете в виду? Конечно. Не дома. Дома они там как хотят. Сколько могут, столько могут. Ну, вот теперь я уже начинаю как бы повторяться. Чем могут родители способствовать воспитанию? Они могут помочь вот в той ситуации, которая сегодня в школе есть. Давайте про нашу школу будем говорить только. Потому что только мы про нашу и говорим. Смотрите, мы же делаем сейчас с вами бренд номер 161 города Зеленогорск. Да, да. Вот какие родители, чем могут родители способствовать воспитанию? Вот если в той ситуации, которая сегодня есть, когда мы можно сказать начинаем только это делать и начинаем понимать это, что такое взаимное обучение, испытываем глобальные трудности, его простроить, потому что хочется уже сегодня с разными ребятишками это делать, а не только с первоклассниками. И всем нам сотрудничать здесь нужно. Так вот, чем могут родители способствовать созданию другого обучения вот этого? Ну, просто помогать, просто приходить и если есть у них такая возможность и быть в учебных занятиях. если не в учебных занятиях, то как-то с ребятишками дома может быть разговаривать, потому что ребятишки же тоже, ну, допустим, представим, что мы это делаем там в шестом классе, в восьмом классе, они же тоже не очень пока в десятом может быть классе, хотя уже про учебу наверное редко родители разговаривают. Что-нибудь поконкретнее, потому что я родитель, я тупой, ничего не понимаю, скажите мне конкретнее, что делать? Алло. Мне на работу надо бежать, понимаете, у меня там еще дома маленький ребенок и муж там и все такое, вот, что мне делать конкретно, давайте, говорит мама, понимаете? Я готова вот всей душой, потому что мой ребенок там. Может быть, знаете, Григорий Олегович, чем тогда? Как раз вот этими самыми, я два момента назову. Первый момент это если есть возможность приходить в школу и устраивать вместе с учителями, с ребятишками взаимное обучение, а второе это все-таки идти в школу и говорить школа давайте сделаем так, чтобы мой ребенок был доволен обучением, чтобы у него получалось учиться, вот давайте по этому поводу что-то будем делать вместе. хорошо, я вам помогу. А как насчет дедушек и бабушек? Ну, дедушки и бабушки родители могут этим помочь в школе воспитания? Что, направить в школу дедушек и бабушек? Да. Ну, да, могут. Ну, дедушки, родители, слышали? Если ваши дедушки и бабушки живут неподалеку от школы и физически могут там поучаствовать, пожалуйста, давайте. Приглашайте их, берите за ручку, приводите, знакомьте с классным руководителем, ну и так далее. Хорошо. Так, мы дошли до четвертого пункта. Взаимно непрерывное обучение учителей. Так, оно реально осуществимо? Реально осуществимо оно взаимно непрерывное обучение учителей. Оно и складывается по большому счету. То есть те вопросы, которые учитель сам себе ставит в работе, он скорее всего и среди ресурсов видит и своих коллег. Мы говорим о бренде 161-й школе, правильно? Вот когда вы говорите, учитель видит как ресурс своих коллег. 161-й школе это есть? Григорий бренд это такая штука, которую мы будем создавать 10-15 лет. И вы мне можете отвечать на мой дурацкий вопрос, вернее, такой жесткий вопрос. Видит ли учитель в своем коллеге как ресурс для взаимного обучения себя любимого? Очень просто. Сегодня нет, а через пять лет да. Или что-нибудь вот попробуйте так. Ну, я хочу сказать, что пока все-таки у учителя предельно самостоятельный, скажем так, и предельно одиночный. и взаимодействие вот это вот взаимо, как говорится, обучение, оно ситуативно, оно ну, вот. А если мы сейчас ставим задачу, например, вот это взаимное обучение организовать в школе, то, ну, вот, как сейчас, например, вот этот педсовет, который мы начали, он с большим скрипом идет. Можно даже сказать, что ну, нужно будет предложить еще усилия, чтобы учителя вступили вот в это взаимодействие. Поэтому ну, скажите, я упрощу мой вопрос. А некоторые учителя хотя бы это ощутили практически? Ну, например, у нас же с вами прошел очный семинар. Там уже два очных семинара. Они оттуда выходили вот с этим. Давай, давай, я сейчас поняла, как я еще могу ответить на этот вопрос. Вот в начальной школе мы же уже там взаимное обучение делали, и мы там прямо такая практика складывается. Мы как только что-то новое задумали там в этом нашем взаимном обучении, мы вот восемь педагогов делимся на пары, и кто-то какие-то кусочки вот этой работы общей осваивает, а потом друг друга научают и обмениваются. Вот эта практика у нас в начальной школе, например, есть. Хорошо. А среди предметников? Среди предметников это хотя бы чуть-чуть такой процесс, такое ощущение, что так можно и это полезно. Ну, вот пробы у нас какие есть, вот у нас учительская кооперация в старшей школе работала, и сейчас вот мы с февраля, с первого февраля запускаем, и сегодня у меня был допустим очень радостный такой, ну как радостный, у меня было хорошее совещание, где мы по итогам двух лет, потом у нас был перерыв из-за этого ковида, а сейчас вот мы опять с первого февраля запускаем в одно пространство всех десятиклассников, и они несколько предметов, и вот там будет работать учительская кооперация, и мы прямо в этот проект теперь отобрали тех людей, которые уже больше это понимают, как это делать, и как-то так получилось, что мы организовали сразу так, чтобы понятно, вот из этой нашей кооперации кто что лучше уже умеет делать, понимаете? и я так думаю, что вот здесь процесс конечно взаимообучения он пойдет, потому что вместе делаем, он пойдет. Пожалуйста, читаем следующий вопрос. А, еще можно я здесь скажу? И вот здесь мы, вот здесь, вот в эту кооперацию мы для учителей-предметников например заложили ну вот в том, чтобы предмет изучался уже и вот там шесть алгоритмов ну там все под учебную самостоятельность и шесть алгоритмов и вот эти шесть алгоритмов они получатся вот сейчас учителя вынуждены будут между собой разговаривать что это за алгоритм мой предмет он пойдет или не пойдет потому что ну там вот мы все-таки раз в месяц будем подводить итог вот через какой алгоритм ребята ну допустим берут географию там берут историю в большей степени вот там наверное вот этот непрерывное обучение учителей оно взаимное оно поактивнее пойдет ну хорошо вот следующий вопрос насколько затратно это взаимное обучение учителей ну затратное не в смысле денег а в смысле ресурса учительского это же дефицит времени и всего ну Григорий Олегович взаимное обучение когда ты им проникаешься и вступаешь во взаимное обучение с человеком который тоже этим проникся то оно оно уже не фиксируется как затратное по силам и времени понимаете то что в радость не является работой я понял да ну конечно ты же идешь спрашиваешь свой вопрос и тебе человек отвечает с пониманием не то что твоего не то что он как бы мастер в твоем вопросе а в том что тебе надо прорваться и поэтому он слушает внимательно и это очень сильно я бы не сказала что это экономит время но это очень сильно эффективным делает это взаимодействие и прорывается человек ну я считаю намного быстрее чем есть когда он читает чем отличается фронтальное обучение от диалога вот мы сейчас с вами вдвоем и вы не можете подумать что я для кого-то другого говорю а я не могу аналогично подумать что вы еще для кого-то говорите правда так и насколько оно результативно это взаимное обучение Григорий Олегович я на такие вопросы уже не могу отвечать потому что я живу во взаимном обучении я ну так и отвечайте оно высоко результативно так хорошо хватит так хватит а это вы сами решайте я тут ни при чем и так пятый пункт у нас экран качества жизни школы можно я поправлю вот насколько результативно я тут почему-то когда сказала высоко результативно увидела глаза учителей которые говорят ну как же а глухой телефон а испорченный испорченный да да испорченный телефон и вот тут сейчас мне хочется сказать дело в том что когда взаимное обучение начинаешь практиковать для детей и сам в своем обучении там эффект такой получается ты не голую информацию берешь не отстраненную от тебя информацию берешь ты почему-то вдруг начинаешь работать на своих вопросах когда меня спрашивают ну просто про взаимное обучение учеников люди которые ну не в курсе просто интересуются этим и говорят о первый вопрос который они задают а если ученик другому ученику передал что-нибудь неправильно что-то да 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 а я знаете как отвечаю я этого я говорю этого не происходит потому что они говорят почему я говорю потому что не происходит и отстань отвяните от меня я говорю нету по факту исправляется все это в самом процессе а вы сейчас объяснили почему исправляют потому что не отстранено а лично сном правда ну конечно то есть ты постепенно ну еще раз говорю ты как будто бы начнем у тебя такая это вырастает какая-то качество такое ты берешь информацию тебе иногда свой но ты быстро переводишь на свой собственный вопрос и ты уже идешь со своим вопросом и я бы так сказал я бы сказал человек который идет с вопросом он же не пень какой-то а он с мозгами там не может быть испорченного телефона отлично это мой ответ который я и давал не может быть потому что ни его нет вот и все хорошо и так дает ли экран качества жизни школы реальные показатели то есть отражает ли он реальную действительность как вы считаете ну по тему я скажу так Григорий Ильич так экран качества жизни школы он дает реальные показатели когда мы фиксируем и организуем процесс заполнения что ли этого экрана если мы дадим анкету ну вот экран качества жизни школы то есть если так это формально говорить то это анкета вот если мы эту анкету пошлем родителям дадим ребятишкам там отдадим классному руководителю и скажем ну заполните на переменке и если и если они не проникнуты сутью зачем это делается там очень много сделается от фонаря и это будет ну ну я не знаю это надо какие-то погрешности вычислять потому что во всех опросах вот это есть поэтому я вот сейчас считаю что мы экран качества жизни школы должны делать на переговорных площадках то есть мы должны встречаться если это ребятишки мы должны с ними встречаться они будут спрашивать а это что за показатель а вот а кому он нужен этот показатель и ну вот как бы они будут задавать эти вопросы и когда они будут понимать о чем эти вопросы и для чего вот здесь мы можем уже видеть как они начинают размышлять ребятишки товарищ старший методист школа у меня к вам вопрос такого человека который в этом нифига не смыслит скажите пожалуйста а сколько у вас по регламенту положено в одном классе классный час проводить сколько раз там в месяц в четверть или в чего ну вообще конечно считай ну я не знаю даже это это не нормировано ну скажем так юридически там да это не нормировано потому что я нигде не встречала такого но школьная практика она сложившаяся такая раз в неделю классный час Oh так вот это вот что вы сейчас рассказали Это и есть работа на этом классном это и есть работа на этом классном талант товарищи классные руководители услышали отвечайте скорее товарищи классные руководители так следующий вопрос позволяет ли наблюдать динамику изменений позволяет Вот я еще раз говорю, если мы фиксируем, как идет процесс работы с этими показателями, да, ответы на… То есть я правильно ли вас понял? Если мы сам процесс получения информации делаем неотстраненным от человека, то все хорошо, да? Ну да. То есть, знаете, такие, когда мы постепенно говорим, а вот как я определяю, вот я лично, да, допустим, вот я человек, я как лично определяю. У меня же есть какие-то показатели, что я счастлив, что я сегодня в хорошем настроении, что я сегодня трудоспособен. Вот с Валерием Павловичем, по-моему, Гальетовым мы когда общались, он в конце мне задавал такой вопрос. Я сначала очень удивилась, а потом, ну, настолько оценила этот его ход, когда мы поработали, почти два часа общались с ним, в конце он меня спросил, скажите, как вы сейчас себя чувствуете? Я ему говорю, вы знаете, удивительно, но тема меня очень волнует, она для меня сложная, мне нужно прорваться. Это для меня волнительно. И начинала я очень обеспокоенная, а сейчас я, я ему говорю, я ровно дышу, я очень спокойна, я не устала. Он говорит, я тоже в таком же состоянии сейчас, несмотря на то, что мы два часа с вами проработали. И я понимаю, что вот это, и вот он первый раз, мы с ним так пообщались, он мне такой вопрос задал, потом мы второй раз пообщались, он опять такой вопрос задает, и я опять фиксирую, что взаимодействие вот с этим человеком, вот так вот в паре взаимодействуя, взаимодействуя, как бы я наоборот, как бы восстанавливаю свое рабочее состояние, спокойное. Как? Прилип энергии, сверхэффект диалога. И вот если честно, я сейчас вот такой вот, как бы ярлычок, да, или такой вот критерий с собой везде ношу. Вступаю с человеком в диалог, ну, и очень хочу помнить про то, чтобы мы расстались, и я зафиксировала, я устала от этой работы или не устала. Он устал от общения со мной или не устал. Ну, от рабочего общения имеется в виду. И вот получается, что вот через вот этот вот экран качества жизни школы, да, вот если мы его начнем постоянно себе задавать, вот эти параметры, вот эти спрашивать, да, себя, то в конце концов мы же начнем, например, говорить, а что я должен сделать, а что нужно сделать, чтобы, ну, не наркание сюда меня тянуло, да, а чтобы я все-таки с припрыжку сюда бежал. Ну, хорошо. Переходим к следующему вопросу. Сам процесс заполнения этих данных и вообще вот это вот наличие этой системы в школе, он пропускает интерес к жизни школы? Да, вот я думаю, что я именно сейчас и отвечала на этот вопрос, Григорий Олегович. Вот этим примером, что когда, заполняя экран качества жизни школы и понимая, участвуя в этом процессе осознанно, я фактически научаюсь на свою жизнь в школе вот так смотреть и качество жизни школы менять своим собственным участием. Значит, вот. А когда будет классный час для учителей, чтобы они заполнили это дело? Это уже вопрос сверх этого списка. Знаете, Григорий Олегович, мне думается, мы даже уже сейчас созрели начать на таком языке разговаривать. И вот... Не понимаю, а мы это кто? Я имею в виду учительский коллектив. Да вы что? Да. Ну, конечно, я не могу за всех сказать. Но вот я, допустим, про себя хочу сказать. Я уже сейчас, надо подумать как, но я уже не побоюсь пойти и про этот экран разговаривать с учителями. Когда я говорю не побоюсь, это не от слова, что я там боюсь, а от слова, что посчитаю возможным. Ну да, я понимаю. Да, услышат. Можете себе на бумажке записать, что следующий алгоритм Педсовета, после того, как мы до февраля доживем, и Педсовет 2 мы отработаем, Педсовет 3 будет вот про это. Думаю, Педсовет 3 рановато. Не-не-не, как раз самый раз. Педсовет 3, Григорий Олегович, нужно будет обсуждать, обсудить все-таки практику. Подождите маленько, наверное. Вот, то есть... Ну, в общем, пометьте себе, что я бы хотел, чтобы мы обсуждали взаимодействие между учителями по поводу того, как они заполняют параметры качества жизни школы, относящиеся к учителю. Вот. А у нас последний вопрос. Объединяет ли людей этот процесс наличия вот этого экрана? Ну, процесс объединяет. Потому что сам экран, ты когда его присваиваешь к себе, да, но ты понимаешь, что это зависит от того, что ты делаешь в школе, лично ты что делаешь в школе. Конечно, объединяет людей. Так, база школы, опыт учителей и практик. Что из чьей практики и что именно мы используем в нашем бренде? Перечисляйте быстренько, не очень, так сказать, заморачиваясь. Ну, что мы используем? Какой опыт учителей и практиков? Ну, понятно, что в основе у нас, в основе, это две научные школы. Это школа коллективного способа обучения, которая вот в нашем крае разворачивается. И развивающее обучение, но к нам это пришло через проект школы Росатома и через образовательный институт Еврика. Вот эту практику мы используем. Но чем больше мы вникаем во всю эту работу, то, конечно же, Григорий Олегович, она базируется на лучших практиках учителей-новаторов. Мы вот все вспоминаем, и Щетина вспоминаем, то есть что о нем знаем. Ну, разные-разные знают. И Александра Попова вспоминаем, который сейчас дополнительным образованием занимается. Когда-то он в крае разворачивал там что-то про человеческий потенциал, такую систему доп. образования. И наши многие коллеги через систему доп. образования у него учились, их это вдохновляло очень. И они как из доп. образования пришли в нашу школу. И они сейчас, когда мы задумываемся о том, чтобы оживить школу, то они вспоминают, вот как там было. И прикладываем это как-то к школьной жизни. Что еще? Ну, каждый учитель на своем уроке, он тоже какие-то лучшие практики, наверное, берет. Потому что рассказывает мне, допустим, учителя русского языка, рассказывала Ирина Анатольевна. Называла педагогов, к чьей практике она обращается на своих уроках тоже. Вот, смотрите, этот список учителей-практиков, он не является каким-то, раз и навсегда, сверху спущенным. Он очень динамичный. Каждый учитель по-своему смотрит в мир, выбирает там подходящего практика и его по-чуть-чуть использует. Правильно? Правильно. И единственное только, что вот, что здесь получается, что учителя практики, они в классно-урочной системе работают. А взаимное обучение... А, так мы, смотрите, мы сейчас говорим о втаскивании опыта учителей-практиков с точки зрения нашего бренда. А бренд у нас называется воспитание через взаимное обучение. Вот в этом смысле, кого мы еще втаскиваем? Всю практику мы еще к себе притаскиваем. Вы почему-то Шаталова не назвали. Шаталова не назвала? Нет, не назвали. Шаталова назову. Мне хочется про Моношевели говорить. Там про взаимное обучение я не могу точно сказать, но там есть отношение к детям. Там есть воспитание, правильно? Не Макаренко, несмотря на то, что трудно с людьми, с учителями разговаривать. Те, кто как бы не проникся, говорят, что это в другое время человек работал, на другой идеологии. Ну вот Макаренко это в чистом виде про труд. Я бы этим людям на стол положил бы статистику по динамике заполнения детских домов и еще колоний для несовершеннолетних. Вот бы они тогда крякнули. Макаренко, во времена Макаренко, этого всего было в разы меньше, чем сейчас. Григорий Олегович, я вот думаю, что база школы, опыт учителей и практиков, я если подумаю, я вспомню спокойно и, допустим, написал. Хорошо, хорошо, я делаю дальше. Но мне, знаете, что здесь нравится? Мне, вы знаете, что здесь нравится? Мне нравится вот что. Мы же делаем живую школу. Вот взаимное обучение, вот эта тема воспитания через взаимное обучение, это сделать школу живую. Нет, вы не так раньше говорили. Вы вчера говорили, мы школу оживляем или выводим ее в жизнь. Вот что за такое говорили? Я говорила, что мы жизнь в школу возвращаем. Жизнь в школу возвращаем. А знаете, мне сегодня вспомнилась книжка Ивана Ильича. Расшколивание, помните? Или вышколивание, как я забыл это слово. Хорошо, идем дальше. Управление... Николич, можно я вот это место, да, это самое? Вот смотрите, и получается, что как бы все учителя, которые говорили, что в школу ходят... Ну вот сегодня в школу ходим как на работу, да? Получается так. И говорят, счастлив тот, кто на работу идет с радостью и домой возвращается с радостью. Да, известное извлечение, да. Так вот, школа, она тоже как бы... Ну, представьте себе, 10 часов в день ребенок... Ну, 6-10 часов в день ребенок занимается школой. Это не просто нужно сделать, а потом жить. Это и есть жизнь. И вот получается, что те практики, те учителя, которые так работают, так живут и так вот как бы воспринимают все, что делается с детьми в школе, вот они все и наша база вот в этой нашей работе. А вот как это, как бы на что опереться технологично, допустим, почему мы взаимное обучение взяли, именно взаимное обучение. А мы его взяли, чтобы это не было опытом одного учителя. Потому что учителя практики вот эти вот, они же с трудом тиражировали. С трудом тиражировалось, что они делали. Слышите, Григорий Олегович? Да, конечно, что да. А взаимное обучение, если это как принцип жизни школы, то это тиражируется, то есть сама школа такой становится. Это не зависит от, ну я сейчас скажу опять некоторую такую вещь, которая очень сильно критикуется, когда начинаешь разговаривать с, ну, так скажем, с традиционными учителями. Они говорят, например, следующее, что, ну, личность учителя, он первый должен быть, он должен быть образцом и так далее. Это не оспаривается. Но если атмосфера вот этого взаимного обучения не создана, он и останется, этот учитель один. Ну и достанется каким-то детям. А основная часть детей, она будет у других учителей, скажем так. Я запутанно очень объяснила сейчас. Ничего, ничего, мы распутаем. Значит, идем дальше, хорошо? Я хотела здесь акцент делать науку. Почему не просто на учителей практиков, а вот все, что хорошее они делали, нужно продвигать через взаимное обучение. Чтобы вся атмосфера школы такой была. Как у этих учителей практиков. Вот это вы, я теперь понял ваше тиражирование, тиражирование внутри школы между учителями, я бы так сказал. Да, 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 да. И между учителями, и между учениками. И на родителей, чтоб шло. Да, да, да. Хорошо. Управление проектом. Компоненты управления проектом. Пожалуйста, называйте. Ой, тяжелый вопрос. Ой, тяжелый вопрос. Ну, не тяжелый вопрос. Я же читала, там внизу вы писали педсоветы наши, то есть которые, теми нары, через взаимные вот это, через пары с миром. Обглядывать нехорошо. И что такое управление, потому что я же в этом с вами очень сильно согласна. Сейчас я думаю, что я могу еще сюда сказать. И слово компоненты меня немножко смущает, что вы имеете в виду. Хорошо, пожалуйста, инструменты. Ну, например, смотрите. Я буду расшифровывать. Является ли экран качества управления, экран качества жизни школы инструментом или компонентом управления? Является. Отлично. Еще раз. И так, значит, делая экран качества, мы управляем школой, правильно? И все, кто делает этот экран, в том числе те, кто придумывает новые параметры, да, те, кто заполняет данные по этим уже известным параметрам, да, эти все люди, они участвуют в процессе управления школой. Ну, давайте так, любое управление, оно строится на том, что участники, находясь в процессе, они специально назначают время, когда как будто бы останавливаются и делают срез. А что у нас происходит? Мы туда двигаемся, куда хотели двигаться. Это вы про рефлексию. Ну, управление, рефлексия – это часть управления. Нет. Вот эти остановки в управлении проектом нужны остановки, когда мы смотрим, что получаем уже на той дороге создание школы, где идет воспитание, взаимное обучение. Нет, нет, рефлексия – это инструмент воспитания. Или самовоспитание, а не управления. Вот. Ну, хорошо. Вот экран качества жизни школы, инструмент управления. Что еще? Управление без встреч, без переговорных площадок тех людей, которые этот проект осуществляет, невозможно. Значит, обязательно это должны быть переговорные площадки участников проекта по поводу того, что они делают, и как делать, и как делать дальше. Вот знаете, я вам сейчас расскажу подсказку-историческую байку. Значит, когда я приехал в Германию, я с удивлением обнаружил, что в немецком языке два слова понимаются с точностью наоборот, чем в России, на русском языке. Понятно, да? Про одно из этих слов я сейчас расскажу. Значит, в немецком языке есть слово steuer. Это имя существительное, означает налог. А если в конце добавить букву n, steuer, то это будет уже глагол. Облагать налогом. Понятно, да? Угу. А глагол steuer также означает, когда вот водитель ведет машину, он занимается тем, что он steuer. Как вам этот намек? Итак, в немецком языке абсолютные синонимы регулировать налоги и управлять. Это я поняла. Переводим на ситуацию школы номер 161. Я говорю, стоп. Вы сейчас говорите следующее, что, я так слышу, управлять, это значит создавать некоторые вынуждающие ситуации, влиять на ситуации, которые, вот это влияние, оно будет, как бы, направлять весь этот процесс школьный туда, куда надо. Нет, неправильно. Первая половина правильно. А вторая нет. Когда мы ситуацию меняем, все, кто находится в этой ситуации, начинают думать, что мне теперь делать. Вот вчера налог был такой, а сегодня такой. Мне куда бечь? Да? И каждый начинает куда-то бечь. Понимаете, да? Как ему подсказывать его жизненный опыт, здравый смысл, соседи и так далее. Поэтому человек, который управляет с помощью налогов, он не знает, к чему это приведет. Елена узнает, куда она может привезти. Поэтому налоги все время подправляются. Чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда, осторожненько и так далее. В школе мы не можем ввести налоги ни на кого. Вот в этом прямом смысле. Но мы можем поощрять учителей деньгами. Распределение денег в соответствии с количеством, качеством участия в проекте воспитания через взаимное обучение, к вам вопрос, является ли это распределение денег грамотно сделанным инструментом управления или компонентом управления. Я поняла сейчас вашу мысль, думаю, почему вы со мной не соглашаетесь про рефлексию и так далее. То есть я хочу уточнить. Я-то в управлении видела два аспекта точно. Это согласование того, что мы делаем. Раз мы делаем вместе, то мы хотя бы понимать это должны одинаково. Это вот один момент. Это миф полный. Но ничего одинакового понимания ни у кого нет и быть не может никогда не было. Ну, а второй момент. Сейчас уже пока говорила. Я вам помогу. Итак, смотрите. А вы сейчас, Григорий Олегович, а вы сейчас управление проектом ставите, если я вас правильно поняла, вы ставите следующим образом. Управлять можно двумя путями. Ставить задачу и за хорошее выполнение поощрять материально. Вы так сказали? Ну, задачу не ставить. Это будет, наверное, скорее руководство. Задачу нужно обсуждать. Тогда это будет инструмент управления. Вот. Тогда мы с вами сойдемся здесь. То есть управление проектом без обсуждения задачи и ее понимания, и ее уточнения. Всеми участниками. Всеми участниками. Давайте это. Все мы с вами согласились. А вторую часть, которую вы сказали, и поощрение там за хорошее выполнение задачи, деньгами. Я с этим не согласен. В какой части? Не согласны. Не согласны. Я должен, мы должны уточнить, алгоритм поощрения, он какой? Если он управленческий, тогда это инструмент управления. Если решает какой-нибудь начальник, кому сколько дать, это нет, это не управление. Вот тебе нюансы, я понимаю. Это примерно то же самое, что я про экран качества говорила. То есть если придет тетя со стороны, извините меня, скажет, заполните анкету, или пошлет по почте и скажет, заполните анкету, мы получим один результат. А когда мы, ну скажем, сами решаем, мы его делаем, осуществляем проект, и мы же сами понимаем, кто в большей степени вложился, да, вы имеете в виду. И так создаем. От соседей, от соучителей, от тех, кто с тобой рядом работает в бригаде, не спрячешься, понимаете? Да, не спрячешься. Вот. Поэтому, когда начальство распределяет какие-нибудь премии, это инструмент руководства. Когда люди сами распределяют премии, зная, что сосед там чего как делал, тут не спрячешься. Ну, хочу сказать, что это очень, ну, для этого надо дорасти еще, Григорий Лебедович. Конечно, у нас еще 10-15 лет. Мы же пишем документ. Бренд наш начнет жить не раньше, чем через 10 лет. Так что не волнуйтесь. Оно даже, я еще даже больше скажу, внешне можно еще так попробовать. Ну, то есть, ну, вот мы же, допустим, стимулирующие распределяем в школе, у нас руководители МОО, там, с коллегами своими обсуждают, кто что сделал, как, я как методист. И посредственные получатели денег не участвуют. Ну, как, участвуют, сам учитель на себя стимулирующе заполняет. То есть, он говорит, я вот это, вот это, вот это сделал. И потом у нас комиссия. Он свои дела перечисляет. А деньги потом все равно другие ему дают. Так, ну, у нас еще три пункта у вас силы, у вас? Нет, мне уже, я уже иссякла, если честно. Я вас подгоняю. И так, возьмите подгоняться, будем, да. У вас, выпускники, какую роль они играют в жизни школы? Те, которые уже ушли из школы. Ну, сегодня, какую роль они играют? Вообще удивительно. Они любят нашу школу, они приходят, они там пишут что-то про школу, говорят. Но, смотрите, это все стихийно складывается. Стихийно. Я думаю, что сейчас, наверное, вот в нашем проекте нужно рассматривать выпускников как, ну, во-первых, значимые взрослые, да, то есть, которые, кто прямо реально смотреть, кто может продолжать такое содействие со школой, там, в этом же взаимном обучении. Вот, вот. Так, понятно. То есть, со временем наша задача, чтобы они в этом участвовали. Я правильно понял? Да. И, наверное, знаете, нужно заводить, хотя вот всегда есть вечер встречи выпускников, да, вот есть это такое. Но я вот почему-то, вот, есть ли опознавательный знак выпускника, я вот это прочитала, почему-то сейчас вспомнила, вы давали ссылки на то, как люди обсуждают брендирование, бренды школы и так далее. И вот мне почему-то, не знаю, может быть, это сейчас только так, мне почему-то хочется, чтобы у школы был попечительский совет из выпускников. Так и запишутся. А, и из выпускников. Ух ты, какая свежая идея. Слушай, не из кого попало, не из родителей, не из начальства, да, а именно из выпускников. И из выпускников, да. О, тогда у нас конкретный вопрос возникает к 11-классникам, которые еще сегодня в школе. А ты записался в прописительский совет? Ну, даже, да, мне даже интересно так вот с ними поговорить об этом. Хорошо. Ну, у нас все записывается, так что вы спокойно же дышите. И какую роль вы играете в выпускнике и в жизни бренда? Так, какую роль играют в выпускнике? В жизни бренда, вон я выделил вопрос. Ну, в жизни бренда, если бренд, как я понимаю, это молва, да, о школе, да, молва, ну, какую роль они играют? Ну, во-первых, они ведут детей, если это наши в городе живут, они ведут детей в нашу школу. И у нас вообще это как бы традиция такая. Кто в нашей школе учился, он в нашей школе, в нашу школу детей и ведет. Удивительно, но он в нашу школу детей и ведет. Вот. И это уже есть факт, что бренд уже есть. Ну, а дальше чего? Смотрите, ученикам, вот этим выпускникам, чтобы бренд, молва шла дальше, они просто обязаны, когда чего-нибудь успешно делают, достигают чего-то, да, они должны школе это сообщать. И когда молва пойдет еще сильнее, правда? Да, Григорий Олегович, единственное, знаете, что я хочу здесь сказать? Вот здесь нужно уточнить, когда в их жизни что-нибудь хорошее происходит, успешное происходит. И вот этот хорошее, успешное, может быть, помните этот фильм? Я не знаю, он называется «Мама, что ли?», не помню я, по-моему, так и называется. Там через сколько-то, Эверина Муравьева там в главной роли играет. Нет, Гундарева, Наталья Гундарева в главной роли играет. Когда она там, выпускники школы через сколько-то там лет собираются, через 15, что ли, или через 20, и делятся, делятся один там капитан, другой там адмирал, третий там милиционер, четвертый там ученый с какими-то. Она говорит, а я мама. Они говорят, ну как ты можешь? Ну вот там, на этом фильме построен. То есть я немножко аккуратнее хочу относиться к слову к какой-нибудь там успеху в их жизни. Нет, смотрите, вот вы совершенно правильно акцент поставили. А я благодаря тому, что вы сейчас сказали, могу это продолжить и сказать. А если бы в тюрьме посидел? Надо сообщать. А вот тоже надо сообщать. А? Наверное, тоже надо сообщать в школу. Ага. Чтобы, хотя знаете, я вам хочу сказать, мы в школе гордимся тем, что нам удается ребятишек потихонечку, потихонечку, они же всякие разные у нас есть. Нам все равно их удается потихонечку к выпускному возрасту уже все-таки защитить, удержать, укараулить, чтобы все-таки, ну, не доводилось у них попасть туда. Разные дети есть, из разных жизненных ситуаций. Ну вот как-то на социальный педагог очень хороший. Как-то нам удается заботиться о ребятишках, о ребятишках вот таких вот из трудных жизненных ситуаций, которые... Дальше, участвуют ли они в уроках? Выпускники. И будем отвечать, как бы, два ответа давай. Сегодня и завтра. Сегодня ученики в уроках, выпускники в уроках не участвуют. Хотя в этом году у нас осенью... Нет, как осенью у нас проходят сессии самоопределения, и перед выпускниками, ой, перед старшеклассниками эти выпускники разных лет выступают. Но они не как выпускники приходят, вот не просто что, выпускники. А они приходят уже как некие специалисты в производстве. Но мы их приглашаем, потому что, ну, они наши выпускники, нам легче к ним обратить. У нас все мои люди, понятно. Да, да. Но это не уроки. Это не уроки. То есть, это... Потому что... Что я понимаю под уроком? Под уроком я понимаю, это изучение нового материала, который по программе там идет. Они участвуют, как бы, в образовательной деятельности школы, вот наши выпускники, через вот такие мероприятия. Но не на уроках. А если на уроках, ну, в классике, как мы видим с вами, да, что вот мама пришла в первый класс и объясняла ребеночку там, как решаются задачки на увеличение количества, например, да, там, членов. То есть, такого нет пока. А завтра нам это надо? Ну, я не могу сейчас однозначно ответить. Посмотрите, вот приходит в понедельник или там 10-го числа выпускник позапрошлого года и говорит, у меня вот тут отпуск или там каникулы студенческие, да, давайте я могу вот хоть каждый день к вам предложить на урок. Григорий Ильич, знаете, на чем я сейчас себя поймала? Вы фантазируете, да, вот сюда, а у меня фантазия туда не идет. То есть, у меня какое-то внутреннее препятствие этому. Но когда, как только вы, ну, внутри у меня препятствие, ну, я его прямо ощутила сейчас, у меня не идет туда фантазия. Она ограничивается какими-то такими представлениями, ну, с какой стать он придет, зачем ему это надо. Но как только вы заговорили, вот представьте себе, он в отпуск приехал, да, и говорит, а можно я приду к вам на... И я прямо так увидела живую атмосферу, видела улыбающихся людей почему-то. Заходит спокойно на урок, садится и начинает с ребятишками работать. Они у него спрашивают, он им помогает. Ну, то есть, хорошо же это. Итак, в нашем бренде это есть, я понял. Это есть, да. Так, есть ли опознавательный знак выпускника? И опять отвечать, сегодня и завтра. Нет, опознавательного знака выпускника, как нагрудного знака, скажем так, нет. Но у нас в школе есть нагрудный знак ученика, ну, это значок школы, но опознавательного знака выпускника нет. Это тоже может стать такой... Можно завести такую традицию. Вот представляете, я вам расскажу байку, чтобы вы отдохнули. Когда только СССР заспался, я горжусь тем, что я был среди членов-учредителей первого Lions-клуба в России, в Москве. Вы, наверное, даже не знаете, что это такое. Вот, значит, есть две системы, всемирных системы таких элитных клубов. Один клуб называется Rotary. Это для очень богатых. А Lions для таких средненьких. Ну, типа, как адвокаты, там, всякие учителя, там, какие-то мелкие бизнесмены, понятно, да? Но это тоже зажиточные достаточно люди, это не такие какие-то совсем пролетарии. И вот первый клуб в России, в Москве, я участвовал в создании этого клуба. И у Lions-клуба, у всех членов клуба, есть специальный значок. Он микроскопического размера. Миллиметра три, наверное, или в половину. Но, если вот для того, чтобы клуб в Москве утвердить, к нам прислали другого человека, который уже председатель клуба и которому дал система Lions-клубов, дала права учреждать другие клубы. Вот такой человек к нам приехал. И он сказал, вот если вы приедете в Финляндию и поселитесь в гостинице, и спросите справочник Lions-клуба в Финляндии, в каждой гостинице этот справочник есть. Это вот такая книжка. Он нам показал эту книжку. И если вы член Lions-клуба, вы откроете эту книжку, позвоните ближайшему или какому-любому члену Lions-клуба в Финляндии, и попросите его о чем-нибудь помочь, то вы всегда получите всестороннюю помощь абсолютно бесплатно. Понятно, да? Очень хорошо, да, Григорий Легачев. Вот это сообщество выпускников школы номер 161. Я даже, знаете что, я сейчас даже думаю, у меня есть человек, которому я могу попросить начать это делать. Ну, то есть нашего выпускника школы, который потихонечку, может быть, начал бы ну, что-то подобное, ну, сейчас вот переслушать еще раз. Ага. И, ну, как под проект вот этого нашего проекта начать разворачивать. А я вам скажу, кто это должен делать. Должен классный руководитель 11-х классов и 10-х делать. На классном часе. У меня выпускники, сейчас ребятишки приехали на каникулы, выпускники прошлого года, вот этого года выпускники, они сейчас на каникулы приехали. Там у нас такая небольшая команда была, ребят, которые, наверное, могли бы даже, ну, во-первых, точно они поймут эту идею и даже, скорее всего, смогут начать немножко ее разворачивать. А я можно похвастать? А когда, а я сам в Абнинске в это время жил, а когда мы решили в Абнинске создать такой же Lions-клуб, то один и тот же человек не может быть членом в двух клубах. Поэтому я из московского клуба вышел, и мой коллега еще один вышел. И мы снова учреждали второй Lions-клуб в России, в Абнинске. И у меня есть видео, как это проходило. Это был 91-й год. Григорий Олегович, у меня к вам, знаете, я услышала, и мне очень интересно, и я еще бы хотела эту тему продолжить. Мне очень нравится ваше вообще вот это самочувствие после этого вопроса. Да, потому что у меня вот здесь вот, ну, появляются идеи, которых у меня никогда не было. Ну, то есть я не думала в эту сторону. А сейчас я даже не знала, как туда подступиться. А сейчас я прямо вот... А вот теперь представьте себе, что наш с вами разговор слушают другие участники школы номер 161. Я не имею в виду учителя. Я имею в виду родители, дети, там, ну, все. Да? И по мере того, как они слушают, у них будут тоже боковые идеи возникать в разных местах нашего разговора. Представляете, если это проинтегрировать, что получится? Вот это и есть работа по созданию бренда. Интеграция вот этих всех боковых идей. которые переходят в практику. Итак, следующий вопрос. Как отслеживается траектория жизни выпускников? Сегодня и завтра. Сейчас никак. Ну, кроме как формально мы там отчитываемся по итогам года на 1 сентября следующего года, куда поступили наши выпускники. Кто поступил, куда поступили. А вот дальнейшая траектория жизни. А как вы это узнаете вообще? Мне непонятно. Ну, как узнаем? Классный руководитель держит связь со своими учениками. И когда они поступают, он их обзванивает. И на 1 сентября уточняется, кто куда поступил. А, понятно. Классный руководитель. Классный руководитель. Выпущенного уже класса. Так, а что нам надо завтра в этом смысле? Что? Что-то нужно... Как это должно быть? Ну, тут видите, траектория жизни, дальше-то вы говорите. Траектория жизни... Да, на десятки лет. О, наверное, про это надо думать, как отслеживается. Кем отслеживается, как отслеживается. Нет, вы давайте мне скажите, как надо сделать. Прямо сейчас. Надо придумать параметры для экрана жизни выпускника школы. Что пришло сейчас, как говорится, как идея. И, может быть, это даже даст хорошие, интересные картины, картинки. Да, давайте поручите выпускникам это делать, ладно? Которые уже вышли из школы. Я посмотрю, как у вас это получится. Так. Теперь у нас вот следующий, девятый план. План работы по созданию бренда у нас идет с вами. Так. Кто участвует? Кто участвует? Так. Ну, я точно участвую. Да, директор участвует. Да, все участвуют, Григорий Олегович. Но сейчас же речь идет... А вы мне их назовите. О том, на ком держится организация этого участия, да? Если бренд – это молва. Так. Это молва. То участвует в этом. Выпускники участвуют, родители участвуют, дети участвуют, учителя участвуют. Администрация участвует. Но, видите, как здесь, по созданию бренда, поэтому я это понимаю так. Кто организует эту молву, примерно так. То есть, есть молва стихийная, да? Как это говорят. Смотрите. Или что вы имеете в виду? За минуточку. Вот смотрите. Давайте различать. Источник молвы. Ну, например, возьмем обыкновенная репродукта. Динамик. Вот как рисуют на всяких тут вот кнопочках. Такая штучка, от нее идут волны. Скажите, пожалуйста, бренд – это динамик или волны, которые от него идут? Волны. Мимо кассы. Вы в пролете. Ну, почему? Потому что динамик для меня – это... Ага, понятно. Нет, у меня же динамик, а за динамиком тот, кто использует динамик как инструмент. Григорий Олегович. Нет, нет, нет. Смотрите, нельзя же буквально переносить модель на наш случай. Есть школа, в которой что-то происходит, и об этом идет молва. Школа с тем, что в ней происходит – это динамик. А о том, что в школе происходит, идет молва. Теперь переведем это вот на этот вопрос. Так сказать, вот, план работы по созданию бренда. Кто участвует? Кто делает то, что в школе происходит? Вот перевод. Не знаю, буквально или не буквально я все это воспринимаю, но мне хочется сказать, кто включает этот динамик, понимаете? Не, 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 не. Нет, динамик у вас оторвался. Смотрите. Динамиком является процесс, который происходит в школе. Реальные процессы. Парное взаимное обучение. Экран качества, его кто-то делает, правда? И тогда это все, что мы до этого говорили. Так, тогда я поняла, тогда я вот так вас понимаю. Тогда план работы по созданию бренда – это фактически план работы по организации вот этого самого взаимного обучения в школе. Нет, проекта воспитания. Да, проекта воспитания по взаимному обучению. Перез взаимное обучение. То есть нужно план работы по созданию бренда написать равно план работы по реализации вот этого проекта воспитания через взаимное обучение. Вот теперь 100%. И кто участвует? План работы по реализации этого проекта. Ну, кто участвует? Опять же я скажу, все участвуют. Все участвуют. Так, я доволен ответом. Переходим к следующему вопросу. Что важнее всего? Знаете, Григорий Олегович, мне кажется, что сейчас важнее всего… Сейчас. Я услышал, что сейчас. Важнее всего получить как можно больше, быстро, если так можно вообще сделать, людей, впечатленных эффектами взаимного обучения внутри школы, среди разных… Это в реализации проекта. Здесь у нас план работы. Что в этом плане самое важное? Мы сейчас с вами делаем план работы и говорим, на первом месте у нас вот достичь вот этого. Вы говорите, я сейчас переведу вашу прям сюда, включу. Вы говорите, нужно достичь вот этой вдохновленности, как у нас нужно большего числа людей, правильно? Да. Ну вот, то есть вот, когда вот это вот захватится, тогда оно все само и сделается, правда? Ну, тогда я скажу так. Нужно, конечно, сейчас хорошо начать дело в первом, втором классе. И хорошо застолбить… Ну, в втором классе тоже бы хорошо, да, вот поэтому я спал в первом, втором классе. Хорошо застолбить готовность учителей, которые выпускают четвертый класс, когда они придут на первый класс на следующий год, что так же, ну, как бы настойчиво, чтобы взялись они вот за это вот взаимное обучение уже с первого класса. Я раньше, как бы, на это не очень внимания обращала на первый класс, меня убедили, что не надо этого делать в первом классе. А сейчас я, ну, наоборот, надо начинать с первого класса и дальше эту практику вести. Значит, сосредоточиться нужно на начальной школе, с одной стороны, на родителях начальной школы, именно на том, чтобы начинать это с первого класса и уже позиционировать, как взаимное обучение, что мы делаем взаимное обучение, подготовительные шаги разные там делаем, но делаем взаимное обучение. Не, 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 неправильно. Вы все еще соскакиваете с главного. Мы делаем не взаимное обучение, мы делаем воспитание. Инструменты этого воспитания у нас разные, в том числе и взаимное обучение. Чтобы воспитание у нас пошло, у нас инструменты у нас взаимное обучение но его же нужно делать его сделаем хорошо и воспитание пойдет я я вот так понимаю это меня не про воспитание говорить если мы инструментом не пользуемся естественно план работы должен включать изготовление этого инструмента освоение его и когда но смотрите я дальше продолжить значит у нас есть еще один момент важный на сегодня и будущем тоже это насколько сейчас вот как вы считаете является ближе к самому главному адаптация переход четыроклассников 5 класс ну это который я хотела сказать что уже нужно сегодня делать и четвертый и пятый класс 4 5 класс вот эту смычку делать чтобы 4 класс в 5 переходя он тоже продолжал там взаимное обучение а строкой процент учебного времени сегодня четвертых классах ну приблизительно идет взаимное обучение маленький процент 10 процентов я думаю учебного времени 10 10 20 процентов в зависимости от учителя от учителя кто-то 10 22 класса не переходим к следующему пункту сколько времени нужно для для создания вредно уже бред делаем нас план по работе над брендом в том смысле бренд как мы только что его обсуждали сколько времени нужно для создание бренд вот для того самого источник который потом включает динамика и динамика идет малого немножко теряюсь почему-то я отвечать на этот вопрос но я вот думаю так сегодня вот от 1 класс вот я я перед глазами пяти же светлана евгеньевна но как она вот заворачивать час этот процесс до с ребятишечка она его удерживает и понятно что когда четвертому классу она будет подходить там уже первоклассники будут стоять в очередь понимаете а то есть родители с будущего первоклассника вот вот ну хочется сказать что со светлана евгеньевна хочется разговаривать что вот она получает и родители которые в этом участвуют что они получают как вот они прожили этот год и нужно чтобы поговорить ну чтобы вот этот разговор состоялся для будущих первоклассников вот вот так вот как-то иду на что вот это все действие понятно что вот через три года когда ее дети будут заканчивать четвертый класс да я вас пони да если теперь брать то что бренд уже есть или нет бренд уже есть да есть уже бренд просто нам хочется почему мы вы просто вообще бренди подняли нам-то хочется вот вы недаром же спросили сколько процентов 10 процентов или там нам-то хочется чтобы 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 это было привычным делом школе вот это взаимное обучение чтобы это было не становящаяся практика приговорили слышите да а привычное дело школы что есть я правильно ли вас понимаю что вот это уже установившаяся практика означает что девяносто восемь процентов всех участников вы доставлены вот такой раньше говорили вот идея этого проекта да они уже освоили все необходимые инструменты пользуются им как привычными кого не надо никуда уговаривать педсовет 2 стал обыденностью непрерывной жизни то есть он не стал 2 он теперь педсовет непрерывной жизни который идет взаимное обучение учителей правильно ну да да ну и сколько времени надо на осуществление этого теперь вопрос а да еще вы сказали про патистический совет у нас есть я григорий олегович почему-то думаю пятилетками я думаю что если мы сейчас за это все взялись и вот так как сейчас целенаправленно до то пять лет ну я имею чтобы уже уз сегодняшний шли рожки будут в пятом классе на так или заканчивать ну да и чё уже тогда будет бренд готов и подождите нет будет и у попечительского совета будет фонд из которого он будет актив активистов пачкать деньгами и уделяем что они будут и таленки пока таких масштабов я не знаю можно это сделать или нельзя потому что пока я не вижу плана и кто за что как это как вы говорили кто где что и когда пока этого на таком уровне не проговорили поэтому я не могу сказать по силам это на 5 лет но думаю что зачатки всего этого за эти пять лет сложится это точно отлично а когда мы скажем что вот все теперь мы можем спокойно уходить на пенсию что я хотела бы точно чтобы за пять лет вот этих вот вот эта практика то школьная самой самого учебного процесса она была выстроена григорий олегович слушайте через пять лет сегодняшний первоклассника будут всего в пятом классе подождите она была выстроена в каком плане я имею ввиду чтобы когда этот пятиклассник шестой класс пошел седьмой класс пошел его там уже уже ждали ждали именно вот с этой там с этой технологии парного обучения нет вы рассказали что вот не только ждали но это уже стало обыденностью ну конечно конечно когда получается что это будет осуществлено только через одиннадцать лет от сегодняшнего дня нет мне кажется вы сейчас говорите о том когда мы подведем результаты нет когда бренд мы скажем готов мы его изготовили ну да по максимуму если брать то нужно выпустить ученика и посмотреть как он приживется после нашей школы в жизнь а сколько лет после школы еще я помню ваш разговор с с виктором сорокиным что 15 это минимум нет у нас было 10 минут 10-15 у вас было да ну я вас к этому тащу прям зал да я вас чувствую что вы меня к этому тащите но хорошо переходим к следующему вопросу я я знаете почему мне внутреннее сопротивление еще скажу школьная команда уже сменится григорий олегович 10-15 лет и что школьная школьная команда сменится через 10-15 лет понимаете очень даже понимаю и поэтому либо тогда должен появиться еще один пунктик одиннадцатый вот здесь вот да как мы уже сегодня сейчас создаем команду которая подхватит чтобы на 10 через 10-15 лет этот бренд был потому что ну давайте как бы смотреть 48 человек 48 лет средний возраст учителя в нашей школе плюс 10-15 лет григорий олегович на создание бренда на создание бренда учителю четвертого класса 55 лет на следующий год она возьмет первый класс вот я написал ваш одиннадцатый пункт прибавляем 15 лет вот так вот и поэтому мне трудно согласиться на 10-15 лет потому что я понимаю что вы понимаете да что не потому что я не согласна что это ошибочно якобы чтобы бренд создан выучить это невозможно я считаю сегодня получит мне кажется мне кажется григорий олегович мы сейчас очень серьезный вопрос затронули очень серьезный если честно я даже недавно ну в связи вот с этим брендом когда послушала как вы с Виктором Сорокином разговаривали и я я же понимаю тоже я вспомнила про школу Шетинина то есть сколько они просуществовали сколько они прожили двадцать по моему лет да это самое у нас времени мало пожалуйста какой первый шаг вот от сегодняшнего дня помогите мне пожалуйста на какой первый шаг видите а я присоединюсь или не присоединюсь я бы как раз хотел чтобы тут было только ваша моего не было я буду добавлять когда буду этих обрабатывать какой первый шаг по созданию бренда ну мы же и так уже какие-то шаги сейчас сделали правда ну я в очередной раз вижу какой первый шаг вот начинается у нас новый год двадцать второй и начиная с 10 января мы приходим в школу я хочу заново пойти к учителям начальной школы уже теперь на как бы на опыте четырех месяцев первого полугодия сесть и поговорить уважаемые коллеги чем мы приросли за этот месяц как мы в педсовете в этом с вами будем участвовать как мы вот дальше будем вот такой разговор я хочу в начальной школе это первое второй шаг может быть уже сейчас мы ведем разговор кто берет пятые классы уже фамилии называем и тогда я уже с учителями начальной школы начинаю про это говорить а давайте мы возьмемся за то чтобы слова помочь здесь не очень уместно чтобы наладить вот это парное взаимодействие с учителями основной школы которые будут в пятом классе брать наши детей вот это второй шаг ну да но я вот тут добавил еще и чтобы в четвертом классе четвертых как сегодняшних классах было не 10 процентов да 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 хорошо я доволен идем дальше так вверх продукт сверх эффекты но в три вида называется сверх эффект то есть мы об этом не заботились на на само получилось сделаем и себе наш бренд белый воспитание у нас хорошо идет качество обучение и поступления вузы шикарное шикарное ну мне кажется григорий олегович мы с вами про это говорили в первом пункте по поводу первый второй пункт там по поводу воспитания потому что ну не не как бы не в прямую но я вот допустим считаю что воспитание хорошее оно какое человек психически здоров человек физически здоров и то есть нет здесь вы не отвечаете на вопрос наш проект воспитание через взаимное обучение он обеспечивает ли вот такое такое здоровье он ему подает как побочный продукт дает я давайте по-другому дали давайте коротко скажу да дает как влияет на психическое здоровье на физическое на социальное качество личность он их он это обеспечивает он обеспечивает психическое здоровье он обеспечивает физическое здоровье сверх эффекты какие еще раз взаимного обучения личность приобретает эти самые социальные качества которые необходимы для того чтобы это второй вопрос уже до при этом при этом соблюдается зона вот это индивидуального зона ближайшего развития да все это взаимным обучением создается при этом я хочу что сказать я может быть тоже лишнее но смотрите очень много когда берешься смотреть практике школ разных и ну и вот школы берутся то за психическое здоровье то за физическое здоровье дни здоровья проводят например разные это вроде бы как и хорошо то есть но когда разные действия по поводу там коммуникативных умений не касаются ежеминутной жизни ребенка в школе ну то есть вот того что делает есть процесс обучения это есть до процесс обучения то все это как будто бы ну хорошо но это все равно как коза на баню фиговый листочек но у меня вот такого вот по по всем этим пунктам которые в десятом пункте содержится есть один вопрос когда пройдет 10 лет я вас прошу или васильна а чем вы мне может подтвердить первый пункт и второй что вот хорошо влияет на физическое здоровье на психическое здоровье на третий вопрос про социальный там и так далее все эти дела вы чем подтвердите мне что это происходит через 10 экраном качества жизни школы экраном качества всего лишь а там ничего про здоровье не но внесем физическое здоровье не и про социальные там все эти свойства ничего нет я думаю это будет нет но когда я говорю экраном качества это я имею ввиду что есть ожидания такие до что он меньше будет этих ответов тащит мне на что там будет улучшение идти это понятно это у нас же там экран это интегральный показатель всего вместе в одной куче правда не могу сейчас отделаться от позиции отвечающего школьника слышите куда я плохо знаю урок и не могу почему-то отделаться от этого состояния вот на протяжении 7 это состояние из которого происходит развитие и сейчас только поймала себя на том что хочу про это сказать потому что видимо это зона моего зона ближайшего развития видимо зона моего ближайшего развития я в нее попала но еще не знаю там как действовать уверенно поэтому вот так вот чувствуешь школярскую такую позицию свою для того чтобы потом нам было уверенно можно говорить что вот все что тут написано она есть да 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 сегодня нужно налаживать процесс его фиксации да григорий олегович вот это я и я его поймала себя на том что я не могу сейчас сказать что нужно фиксировать короче а вы скажете а я не пришли в первый класс у них был медосмотр и в школе имеется табель о хронических болезнях и на сегодня точно в школе должно быть известно а если неизвестно то двойка там скольному врачу значит сколько процентов по каким болезням чего есть детей хроник опорно-двигательное зрение нервные пищеварительное сердце там еще что то я не помню диабет григорий здесь не так все я не соглашаюсь это все делается это все смотрим эта статистика вся ведется зависимость здоровья школьника как она ухудшается за время его обучения это все есть не только как бы по всей ну как бы по всем школам да во всей стране и и по нашей школе в том числе но это все не однозначно от школы зависит будет интересно посмотреть я пока я хочу так сказать если вы про эту статистику то будет интересно смотри посмотреть но эксперимент быть и чистый я говорю давайте мне эти процесс измерения и вон она эта часть бренда делать бренд и не мерить чего ты там это это знаете вот как у казьмы пруткова что может быть глупее занятия чем бросать камни в воду и не смотреть на круги ими образуем вот это тоже самое вот это делать и не измерять что здоровье улучшается что она вот с каким дети пришли процентов первый класс с немножко меньшим они вышли из одиннадцатого это кто будет мерить она меряется или не меряется или это надо специально налаживать вот это мой вопрос специально налаживать я сейчас прям вижу что это заход очень правильный очень долго временный такой ну как это но не на одну пятилетку как вы сказали лонгитюдная да есть такое слово должно быть наблюдение такое но если сегодня так поставить вопрос перед родителями и учителями и начать нет директором школы ну понятно я когда говорю перед родителями и перед учителями я и директора школы почему-то сюда присовокупляю при то есть это для меня учителя это для меня вот все вместе и администрация школы вот наверно могут быть очень интересные эффекты потому что мы же про это говорим но мы не говорим это на языке ну как бы а как школа на это повлияло мы говорим немножко так он растет он значит там пубертат у него он болеет а тут еще школа поэтому вот надо понимать вот так мы говорим а в обратную сторону мы не говорим мы не говорим допустим что школьная нагрузка привела к тому что мы не говорим что тревоги по поводу там того что на уроках он ответить не может и у него и у него развилась ядва желудка и он ему не хочется быть неуспешным перед ребятишками да и вставать перед классом и там тыны вы и сказать ничего не могу и поэтому у него там психосоматика и пошла как говорится мы так и говорим пока я понял значит ну и кратко одиннадцатый пункт который мы сегодня с вами выглядели точнее вы да обеспечение жизнебренно после смены поколений ну можно сказать что весь предыдущий разговор наш с вами раскрывает этот пункт да и открывает опять поле для планирования уже долговременного планирования смены этих поколений правильно да это подготовка новых учителей уже сегодня для тех учителей которые возможно через два-три года уйдут на пенсию да это актуальная задача сегодняшнего дня приглашение ну ладно лучше вы скажите что надо для этого делать вылить старший методист школа вы за это в ответе да я так думаю что он первое что я наверное готова буду делать ближе к лету это прямо наметить такой план разговора с дин александровной ну она может быть про это и думает просто я у нее не спрашивала никогда про это наметить с ней такой разговор когда ну прямо начать наверное взаимодействовать либо спет вузами и там и колледжами либо знаете есть такая линия сейчас когда переквалификацию получают ну то есть допустим там 35 лет человеку да он вдруг красы получает педагогическое образование идет школу то есть может быть такие люди городе прямо у нас найдутся то есть они не молодые они может быть не им не нужно приезжать специально наш город но сам бренд школы который уже будет и может быть он поможет ну какую-то часть будущих школьных работников найти нашим городе до до доквалифицировать родителей да давайте то я вижу . есть еще третий источник выпускник азу и для тот же день то есть выпускник 18 лет он выпустился из 11 класса и сразу идет работать школу да потому что ну знаете тоже интересный ход достаточно интересный фонда хотя всем ребятам хочется уехать большой город это неправда 10 процентов учеников склонны к педагогической деятельности и половина из них просто страшно хотят такими нас тем более представьте себе на секундочку елена василина даже бы я сказал дорогая елена василина представьте себе на секундочку что учителем школы становится ученик который с первого класса по 11 80 процентов учебного времени жил в жизни воспитания через взаимное обучение ну конечно нигде вы такого учителя не найдете ни в каком педколледже нигде потому что там они не хотят таких ученик не умеют не могут не хотят им не дают и так далее поэтому наш человек который прошел через все это он и обеспечит нам преемственность поколений ну когда я говорила про пет вузы пет колледжи я как раз хотела сказать не просто с ними разговаривать чтобы заманивать свою школу а как раз рассказывать о том как мы работаем вот об этом не мне рассказывать не годится у вас же стажировочная площадка как я понимаю сейчас я слышу что здесь дело так не в рассказе а дело в том что человек впечатлиться ли получит ли как бы пойдет на встречу вот этом то есть стажировки нужно организовывать стажировки а теперь я задам вопрос галетова как я себя чувствую задайте Елена Васильевна как вы себя чувствуете после двух часов нашей работы поздно ночью еще да еще после целой недели рабочей да еще в конце года как вы себя чувствуете я себя чувствую довольной уставшей но довольны во первых мы довели поставили точку в первом этапе в первом этапе мы поставили точка я считаю григорий аллергич потому что я вкинула эту тему что надо начать брендировать я вкинула эту тему скорее всего на интуиции какой-то потому что знаю что вновь движет создать устойчивость создать устойчивость того что мы делаем я вкинула вот этот ход я правильно понял что это вы вкинули да правильно я внимательно ведь слушаю вы что думаете и запоминаю навсегда да но но как это делать как это делать пошагово так чтобы я просто брала и делала я еще не умела сейчас конечно у меня в некоторых моментах даже план действий уже есть даже а то есть я конечно посмотрю что вы тогда напишите вот у меня будет видеозапись я послушаю когда мне надо будет вот это уже будет план на второе полугодие этого года ну и дальше получается можно я вам на прощание расскажу анекдот давайте он у меня с середины нашего разговора так и верстится на языке и я спокойно встала хоть я очень устала но я спокойно встала я сейчас вашего спокойствия немножко прибавлю шкалярская позиция ушла все нормально и так батя я медведя поймал так веди его сюда да он меня не пускает вот это Елена Васильевна интуитивно кликнула клич давайте-ка мы бренд то сделаем похоже так подождите только кто медведя поймал я или вы вы конечно а вы говорите так веди его сюда да он меня не пускает да вот то есть вы в этот бренд теперь вляпались вы его кликнули вы не знали чего вы вызывает похоже я знал чего я хочу и назвала это словом бренд может быть я ошиблась но вот эти 11 пунктов вы их ожидали получить ну нет я не ожидала ну как бы я их так четко не ожидала как вы их выложили да посмотрите значит и так во первых эти пункты не я изложил это коллективный продукт во вторых вы не ожидали что это на 15 лет и даже больше не ожидала да вот поэтому медведь вас теперь не отпустит вот вы крепко попались вот ну и я думаю что все остальные тоже включая директора школы вот потому что или или вот но конечно как сказать вот это сменяемость поколения она неизбежна и мы должны не делать из бренда тюрьму а наоборот давать людям свободу по мере того как они растут позволять им расти дальше куда они хотят или могут например учителя могут расти в сторону быть профессорами в институте повышения квалификации мы будем только рады правда ну конечно и мы не будем думать что вот мы ценного сотрудника потеряли у нас всегда будет смена мы говорим мы будем рады что вы там будете вы оттуда нам пришлете уже готовеньких точно так же проблему директора школы мы можем решить мы ему подготовим два-три сменщика про это и думала потому что с таким опытом работы наш директор очень скоро будет востребован на других местах вот так и так сказать и честь и хвала и мы только рады конечно да вот значит но мы должны чтобы радоваться по-настоящему мы должны подготовить смену а смена будет только из учеников этой школы ну слово только а я вам скажу почему нет я я вас очень хорошо понимаю понимаю очень хорошо в этом плане потому что знаете о чем я сейчас не хочу затягивать наш разговор я сейчас почему-то вот смотрите есть человек и есть дело да нет человека нет дела то есть вот это вот что все держится на лидерах то есть есть ну опять же есть человек вот получается что если мы вот такое замышляем да то только только те кто то есть здесь будет держаться опять мы же говорим на каждый каждый и ученики все учителя они носителями будут этой культуры носителями культуры поэтому по сути они только и могут продолжать неважно какие там люди как директора будут становиться но именно они смогут продолжать такую школу да и по идее по идее вот директор новый директор который заступает где-либо в любой школе на должность директора первое что он должен делать все следующие годы растить себе заместителя который примет у него эстафетную палочку в любой момент когда это понадобится вот это настоящее директорство вы же любите интригу вы же любите интригу на такой интриге закончу мне кажется что сегодня я начала растить себе замену знаю прямо вот сейчас у меня мысль мелькнула потому что ни с того ни с сего я сегодня готовилась к этому ну семинару нашему там который сегодня был по поводу старшей школы в третьей четверти и вот там мысль ко мне прилетела я даже ей удивилась и сейчас опять она мелькнула у меня о клевая мысль правильная мысль да совершенно вот она вот для того чтобы с легким сердцем уйти куда-то дальше в жизни расти нужно чтобы на твое место оказался твой твоя копия которая даже лучше тебя да 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 вот все ура да ура да и до встречи в новом году до свидания до свидания до свидания